Берчанин Алексей Крюков реставрирует старые топоры, сделанные в России и за рубежом. Эти изделия можно использовать в хозяйстве для работ по дому, а можно и просто повесить на стену в качестве коллекционного материала. Ведь они уникальны. С умельцем встретились мои коллеги. Работа Алексея Крюкова известна далеко за пределами Бердска. Уже больше пяти лет он придает топорам вторую жизнь. Да какую? Его работы использовать по назначению, как говорится, рука не поднимется. Но многие все же служат своим новым хозяевам и радуют глаз. Основную массу своих будущих изделий умелец собрал на складах в Торчер-Мета. Его выбросили, вот этот топор. Его выбросили, потому что он лопнул. Сломать можно и варенный топор, и цельный топор. Но ломают в основном все цельный. А ломают почему? Потому что бьют по металлу, металлом по металлу. Гашение удара идет в обухе, соответственно он лопнет и варенный, и не варенный лопнет. Это надо, как говорится, знать, чем ты работаешь и для чего. Он чисто по дереву инструмент. Все, заварили. Дали ему вторую жизнь. Нанес я сюда врожденный в СССР, сделанный в СССР, Иосиф Виссарионович, чтобы помнили. Ну и все. Ручку маслом пропитали классическую. Ничего выпендриваться не стали. Прям простой. Все. Ждет своего хозяина. В мастерской Алексея Крюкова уже достаточно заготовок для будущих изделий. Некоторые из них, как отмечает мастер, и это видно, найдены в Старом Бердске. Топор на Руси был сакральным инструментом. В арсенале у каждого воина, ратника. От князя до представителей народного ополчения всегда был под рукой топор. Это многофункциональный инструмент и оружие. Раньше ратники, они разбирали щитников. Он цеплял топором, оттягивал, второй рукой рубил. Ну это одна из функций его. Также в лесу, когда рубишь ветку, подтянуться, зацепил, подтянул, взял, ударил. Еще одной важной частью изделий, по словам мастера, является гравировка. Чаще умелец с помощью гравера украшает топоры ведическими изображениями. В коллекции Алексея Крюкова есть изделия, расписанные рунами. Все они несут в себе определенные значения, потому что, как считает мастер, знаки и символы правят миром. Это вот квадрат Сварога, звезда Руси, считается. Тоже сейчас кто-то пытается их опорочить. Люди, которые сведущие, знают и понимают это, и разбираются. Они знают этому применение, куда его нанести. Тоже не так же запросто. Есть убережные знаки. Также взять, вот он, Семаргл, да? Вот он, змей. Вот это руна, обозначающая чертог змея. А этот символ, да, он может быть и свастичный. Но это убережный знак, бог-покровитель того, кто рожден под знаком змея. Есть в коллекции мастера изделия, применение которым еще не нашлось. Например, секира будет служить экспонатом только на стене. Рубить дрова такое неудобно. Да и просто жалко. Ведь творение его работы рождается еще на этапе знакомства с ними. Приехал во вторчермет, они топоры откидывают, как инструменты, шелушки, там везде к ним приходят, покупают, кто как, что. Я пришел, смотрю, ну валяется. Я говорю, топоры есть. Он говорит, вот. Я смотрю, один уже сколотый, уже готовый. Кто-то, ну видно, что отколото, сломан. И второй рядом лежит, точно такой же один в один форма. И тоже обуха нету, оторванный, я такой смотрю. И сразу тут же соединил, вот тебе еще одна секира. Топоры, которым дарит вторую жизнь мастер, смогут прослужить долго. Одна проблема – рукоять. Но и к ним у Алексея Крюкова особый подход. Использует комель, нижнюю витую часть березы, которая известна своей прочностью. Помимо топоров, еще одним увлечением умельца являются гусли, которые он берет после трудового дня. Считает, что эта музыка наполнена магией. Редактор субтитров А.Семкин